Добрый день, уважаемые коллеги! Я рад вас приветствовать на нашем новом вебинаре. Поставьте, как всегда, плюсики в чат, если видите и слышите меня хорошо. Спасибо. Ну что, у меня, как всегда, два небольших объявления в самом начале. Первое – это посмотрите, пожалуйста, в самое начало чата. Здесь вы увидите две полезные ссылки. Первый из них ведет на наше расписание. Пожалуйста, не удивляйтесь, немножко отличается адрес сайта от того, который вы привыкли видеть в Директ Академии.ру. Этот сайт у нас, к сожалению, временно недоступен по причине плохой работы хостинга. И вот пока я предлагаю вам воспользоваться вот этой вот ссылкой. На ней расположено зеркало нашего расписания. Можете им воспользоваться. Для того, чтобы записаться на все наши будущие вебинары до конца учебного года. Ну и вторая ссылка – это ссылка на наш YouTube-канал. Здесь будут располагаться записи всех наших вебинаров. В том числе и запись этого вебинара тоже ведется. Еще одно мое объявление – это то, что… Сейчас я вам дам две ссылки в чате. Это ссылки на, в некотором смысле, продолжение того вебинара, который будет проходить сейчас. Эти вебинары пройдут в начале декабря. И продолжат эту серию. К сожалению, у нас будет некий лаг между этим вебинаром и последующими. Они связаны с тем, что я буду вести большой онлайн-курс. И в это время буду стараться сам вебинары не вести. А только сопровождать вебинары других спикеров. Вот, да. Тема арт-портала для меня самого очень интересная. Я с удовольствием о ней рассказываю, потому что я имею непосредственное отношение к этому проекту. Вот. И сегодня мы поговорим, собственно, об арт-портале и о его субпроектах, таких как «Артотека». Так, что-то я еще вам хотел сказать. Да, по поводу сертификатов. Я вас опять попрошу запастись небольшим терпением где-нибудь, наверное, до конца недели. Ну, надеюсь, что сегодня-завтра, на самом деле, этот вопрос решится. Как я уже говорил, у нас проблемы с хостингом нашей Директ-Академии, и в том числе и механизм рассылки сертификатов тоже на это время отключился. Поэтому я в настоящий момент нет возможности разослать сертификаты прямо после проведенного вебинара, как это я делал раньше. Но как только починят наш серверс, я разошлю все сертификаты за все прошлые вебинары. Это же касается и доступа по ссылке к сертификатам, которые были разосланы раньше. То есть по этой ссылке вас все равно адресуют на тот сайт, который сейчас недоступен. Это временное явление. Если вы не успели скачать сертификаты, например, с прошлой недели, как только починится наш сервис, будет снова доступна эта база сертификатов, и вы сможете ее скачать. Если же нет, если же придется заливать сертификаты заново, то я снова бы просто разошлю вам письма с ссылками. Ну что ж, коллеги, а теперь начнем наш сегодняшний вебинар. Наш вебинар посвящен арт-порталу. Арт-портал – это открытый проект компании Директ Медиа. Ну, собственно, он открытый где-то на 90%. То есть практически вся информация доступна в открытом режиме, но некоторые опции доступны только в подписном режиме. Об этом я в самом конце нашего вебинара скажу. Что такое наш арт-портал? Арт-портал – это галерея, но это, как следует название нашего сегодняшнего вебинара, это больше, чем галерея. То есть мы ставим большие цели, чем просто галерея изображений. Во-первых, у нас есть внутри подписной сервис, который называется Арт-отека, который выходит далеко за рамки галереи. Ну и во-вторых, внутри арт-портала информация сконфигурирована так, что в ней есть дополнительные, некоторые дополнительные по сравнению со стандартной арт-галереей возможности. Ну а сначала несколько слов общих. Почему арт-портал интересен и важен, и почему мы его рассматриваем не просто как галерею, а как образовательный ресурс? Собственно, мы советуем наш арт-портал не только вам, преподавателям, библиотекарям, сотрудникам вузов, но и студентам. Почему? Конечно, в интернете много, где можно найти хорошие картинки, качественные, и наша галерея – это только одна из этих возможностей. Но я хотел бы обратить внимание на следующее обстоятельство. В современном мире компетенция, связанная с подбором иллюстраций, очень важна. Мы сейчас завалены информацией, в том числе графической информацией. Но одновременно весь арсенал наших средств, которые мы используем при публикации, я не имею сейчас в виду именно публикацию научную или студенческую публикацию, и вообще публикацию в самом широком смысле имею в виду, он смещается в сторону визуальных средств. И сейчас простой текст без иллюстрации выглядит уже достаточно жалко, как с точки зрения… Ну да, наверное, чисто научный текст, где иллюстрирование не требуется, такое можно себе представить. Ну, подавляющее большинство публикаций, которые мы делаем, требует какого-то иллюстративного ряда. Этот иллюстративный ряд, конечно, можно нарисовать самому, но часто, особенно в гуманитарном знании, этого не требуется. Можно подобрать соответствующую иллюстрацию из сети, из свободных источников и ее использовать. И вот этот вот навык правильного подбора, правильного нахождения иллюстрации, он очень важен. Также этот навык очень важен и для составления презентаций. Наши студенты, будущие сотрудники вузов, компаний каких-то, наверняка будут сталкиваться с необходимостью делать презентации и доклады. И здесь подбор иллюстраций еще более важен, потому что здесь перед нами стоит задача не только подбора непосредственно иллюстраций, тех, которые иллюстрируют данный тезис, но и подбор иллюстраций, возможно, даже тех, которые передают какое-то настроение слайда или настроение самой презентации. Это очень важно, потому что если просто публикации без иллюстрации выглядят странно, то презентации без иллюстрации выглядят уже просто дико. То есть 15 или 30 слайдов сплошного текста – это совершенно никуда не годится. И это просто неграмотная презентация, за которую можно поплатиться не только вниманием слушателей, но и, наверное, рабочим местом. Не буду сейчас, конечно, углубляться в правила создания хороших презентаций. Это такое было лирическое отступление, почему мы считаем наш арт-портал учебным порталом, на котором можно оттачивать свое мастерство по подбору иллюстративного ряда. Ну а сейчас немножко пару цифр и, собственно, сам адрес. Ну, адрес очень простой, надо просто к нашему основному сайту приписать три буквы – арт и точка. Сейчас давайте я, чтобы вам это не делать, просто перекину этот адрес в наш чат, чтобы вы могли открыть арт-портал прямо по ходу нашего вебинара. Вот такой достаточно простой адрес. Ну и что есть на нашем арт-портале – это все виды искусства, иллюстрации по всем видам искусства, живопись, графика, архитектура, скульптура, декоративно-прикладное искусство, театральное искусство, театральное декорационное. Вот некоторые габаритные параметры нашего арт-портала. Наверное, эти цифры слегка устарели. Сейчас наверняка изображений гораздо больше. Ну, я вот, к сожалению, пока не уточнил, насколько больше. Тем не менее, сейчас вы поймете, что это не основной параметр, по которому мы работаем в настоящее время. Итак, почти 60 тысяч изображений, более 6 тысяч авторов представлены на арт-портале, и более 3 тысяч различных музеев представлены, в которых хранятся эти произведения. Наши объекты, которые мы описываем, они делятся также по стилям и направлениям, по жанрам. И вот тут я даже не буду называть все эти стили и направления и жанры. Это все основные стили и жанры покрываются нашим арт-порталом. Ну, может быть, только за исключением самых-самых современных и каких-то очень редких. Ну, и вот то, о чем я хотел вам сказать по поводу трендов нашего арт-портала. Арт-портал наш существует уже некоторое время, несколько лет. И первые годы были посвящены наращиванию его содержимого. То есть мы старались туда как можно больше иллюстраций поместить. У нас было откуда это делать. Дело в том, что компания Директ Медиа в нулевые годы занималась изданием компакт-дисков. И большая часть этих компакт-дисков была посвящена именно искусству. Вот. Ну, в конце концов мы поняли, что это не главная задача. И мы стали больше работать над качеством. И над качеством как всего арт-портала, так и отдельных его элементов. Что мы делали в последний год? Это консолидировали информацию. Убирали двойники, если они существовали. Вводили связи между копиями, если они являлись авторскими копиями. Вы знаете, в искусстве это достаточно острый момент. Копии картин могут храниться в разных музеях, немножко отличаться. Часто бывает так, что порождаются цепочки. Сначала живописные произведения, потом рисунок по нему, потом по нему гравюры и так далее. Вот это мы стараемся все отслеживать. Мы работаем над качеством информации. То есть, пытаемся дать максимальную атрибутику по всем произведениям. Там, где эта атрибутика была не точна, мы ее уточняем, расширяем. Мы очень сильно работаем над качеством изображений, как в смысле его разрешения. Ну, с точки зрения разрешения, вообще в последнее время происходит прорыв во всем мире. И вообще, в современных медиа, те изображения, которые считались высококачественными по разрешению еще недавно, сейчас уже не обладают этим качеством. То есть, нам хочется все большего разрешения. И вот это мы пытаемся учесть в нашем арт-портале. И заменяем изображение на более высокоразрешимое. Вплоть до гигапиксельного качества, о котором мы поговорим чуть попозже. Ну, и к качеству изображения, конечно, относится еще и качество цветопередачи. Таким образом, когда мы видим изображение в нашем доступе, изображение лучшего качества, мы заменяем его на арт-портале на лучшее. Ну, и мы внедряем в наш арт-портал технологии интерактивности и мультимедиа. В основном тоже в проектах арт-портеки. Об этом позже пойдет речь дальше. Вот здесь мы видим, какая информация в основном дается по каждой картинке. Ну, разумеется, если возможно найти вообще такую информацию. Это информация об авторе, о годе появления данного произведения искусств, о материале, о размере, о музее и месте, где это произведение появилось на свет. Иногда здесь появляются некоторые дополнительные параметры. Иногда даже краткое описание произведения. Да, вот тут говорится о том, о чем я вам сказал на предыдущем слайде, предпредыдущем слайде, по поводу, что мы подразумеваем под качеством изображений и как мы пытаемся решить эту задачу и что мы делаем в связи с этим. Все это я сказал. Увеличиваем разрешение, улучшаем цветопередачу и постоянно заменяем изображения в нашей коллекции на более качественные. Что мы делаем в плане интерактивности и мультимедиа? Мы создаем галереи изображений. Мы используем такие элементы интерактивности, как слайдеры, которые очень удобны для быстрого просмотра большого количества изображений. Мы используем такие интерактивные элементы, как оси времени. Очень интересный элемент. Дальше будет показан. Мы используем видеоотрывки и используем такие интерактивные элементы, как интерактивные путешествия. Обо всем этом я постараюсь рассказать чуть попозже. Ну, по крайней мере, про оси времени и про интерактивные путешествия. Это такие наиболее продвинутые виды интерактивности. Об этом я расскажу. Давайте сейчас пройдемся по главной странице арт-портала и посмотрим, какие есть элементы интерфейса. Слева в вертикальном ряду, вот здесь, куда указывается стрелка, и ниже находятся переходы на разные виды искусств. Первая кнопка – это живопись. И вот сейчас пройдемся по этим кнопкам и на примере этих разделов посмотрим, какой функционал реализован внутри разделов. Итак, живопись, да, и здесь мы видим ту самую информацию об объекте, который я вам уже показывал. И ниже, если вы являетесь подписчиком арт-портала, как я сказал, арт-портал на 90% бесплатен, но есть и подписные сервисы. Подписной сервис действует совместно с Артотекой. Подписываясь на Артотеку, вы подписываетесь и на все расширения арт-портала. Так вот, расширениями арт-портала является возможность просмотра изображения в наилучшем качестве и некоторые работы на самом арт-портале для себя, которые вы можете сделать, войдя под своим логином и паролем. Ну вот, например, вы можете добавить изображение в свою галерею, создать свою собственную галерею, которая потом будет вам доступна. Это нечто наподобие выборки. Аналог в ЭБС это поисковая выборка, да, то есть некий набор изображений, которые вы выбрали по какому-то признаку. Таких галерей можно сделать достаточно много. Ну, да, ну и тут вы видите еще, что к данной работе есть некоторые комментарии краткие. Как правило, это несколько предложений, не больше, которые тоже можно использовать, когда вы берете эту иллюстрацию для своей собственной публикации. Вторая кнопка это графика. Ну вот, в данном случае вы видите, что вот здесь даже еще более полный состав данных атрибутики. Это автор, год, стиль, жанр, вид, искусство, материал, размер, страна, город, местонахождение, в каком музее находится данное произведение. Да, и здесь мы можем видеть, что под каждым изображением, которое мы смотрим, находится некий набор рекомендуемых для просмотра объектов. Эти объекты рекомендуются по какому-то признаку. Алгоритм находит либо похожее, либо нечто, что искали другие посетители вместе с вот этим вот произведением, которое вы выбрали. Третья кнопка это архитектура. Ну, архитектура примерно так же выглядит, может быть, немножко меньше. Вот здесь вот набор, как правило, набор атрибутики, да. А вот здесь мы можем посмотреть на архитектуре вот эти вот хлебные крошки, которые существуют. Ну, это, в общем, просто тот интерфейс, который должен присутствовать в каждом сайте, скорее всего, таком развернутом достаточно. По нему проще видеть, как далеко вы отошли от главной страницы сайта и легко возвращаться на те промежуточные страницы, которые вы до этого вызывали. Скульптура. Да, и вот здесь на скульптуре вы видите возможности увеличенного рассматривания изображения в увеличенном виде. Не все, но многие изображения даны в качестве большем, чем ваш экран, и таким образом имеет смысл их лучше разглядеть без ухудшения качества. И для этого есть инструмент разглядывания. Вот такой вот. Как я уже говорил, одна из наших задач – это поиск изображений в наилучшем качестве. И тут есть изображение, ну, совсем хорошего качества, большого. Вот, например, эта картинка. В арт-портале она представлена в очень хорошем качестве. В очень хорошем качестве. А в ортотеке вы увидите потом в еще лучшем качестве, в качестве гигапиксельном. То есть, когда размер изображения примерно соответствует 30 тысяч на 30 тысяч пикселей. Это очень большое увеличение, которое позволяет примерно 5 или 6 раз приближать условную камеру обзора к картине. И каждый раз видеть все новые и новые объекты. У вас будут появляться все новые возможности для разглядывания мелких деталей. Ну, в данном случае я всегда обращаю на это внимание. Давайте я задам вопрос. Поставьте, пожалуйста, плюсик, кто был в Третьяковке и разглядывал картину Иванова «Явление Христа народу». Ну, я знаю, что многие, да, даже те, кто не поставили плюсики или не будут ставить плюсики, были в Третьяковке и эту картину увидели. А вот теперь скажите, да, я тоже много раз, да. Ну, вы знаете, я разглядывал ее много раз и очень подробно останавливался. Ну, например, я никогда не видел вот такой детали. Сейчас я ее вам покажу. Вот здесь вот за изображением апостолов, далеко в лесу за рекой находятся фигуры людей, которые смотрят на Спасителя и что-то восклицают. Вот это очень мелкая деталь, которую практически невозможно разглядеть в самой Третьяковке, а можно увидеть только на очень качественном цифровом изображении. Вот некоторые изображения в арт-портале приведены вот в таком качестве, что их можно разглядеть даже лучше, чем там, где они располагаются в музее. Так, я вижу, вот что Елизавета Алексеевна пыталась какой-то вопрос мне задать, но, видимо, не закончила предложение. Ну, вот когда вопрос появится, я тогда на него отвечу. Да, ну, этот вопрос мы сейчас с вами, это очень интересный вопрос. Он связанный также с интерактивными функциями от портала и от отеки. О нем поговорим чуть позже. Сейчас продолжим экскурс в функционал интерфейс от портала. Следующий пункт – декоративно-прикладное искусство. И на этом примере мы можем рассмотреть две функции. Это фильтр по различным, различные фильтры, например, по стране, по музею, по автору и так далее. И возможность предпросмотра. Ну, это такая достаточно естественная возможность. Когда вы в вот этой матрице объектов наводите курсор мыши, то изображение появляется в увеличенном виде и появляется его название. Простой такой функционал, но достаточно интересный. Ну, а теперь давайте рассмотрим нижний ряд. Нижний ряд – это музеи, авторы, страны, жанры, эпохи и стили, артотека. Итак, авторы. Это очень важный раздел. И тут мы можем получить достаточно большую информацию дополнительную об авторах тех произведений, которые у нас опубликованы. Конечно, не по всем авторам есть подробная биографическая информация, но по всем известным авторам она есть, и она достаточно обширна. И эту информацию сразу можно использовать в своем произведении, ну, особенно студентам, конечно, да. Сразу можно использовать в своем произведении частично, не переходя в какие-то другие ресурсы, прямо на месте найти информацию об авторе. Как правило, приводится портрет самого автора, либо автопортрет, либо портрет другого художника, который сделал портрет автора. Приводится подробная информация, и внизу приводится еще сопутствующая информация, такая, как вот здесь, например. Например, рекомендованные к прочтению книги, не просто какие-то книги, а те книги, которые можно прямо сейчас щелкнуть и приобрести в электронном виде в нашем интернет-магазине. В электронном виде они стоят гораздо дешевле, чем в бумажном. В общем, можно, вот здесь можно, например, выбрать вот эту книгу про Босха и почитать вот целую книгу про него, да. И это можно сделать, вообще говоря, вот прямо здесь и сейчас. Нажать на эту кнопочку, купить и тут же ее почитать. Если вам надо сделать какой-то реферат вот прямо завтра, вы ночью это делаете, да, то вам не надо идти в магазин и покупать его. Вы это можете сделать этой же ночью все. Следующий момент это музеи. По музеям, по крупным музеям у нас тоже есть дополнительная информация. В том числе такая, ну, местонахождение, название, год основания, описание музея. Ну и в том числе такая важная информация, как ссылка на музей. Почему она важная информация? Потому что она с каждым годом становится все важнее, потому что музеи становятся все более открытыми. И на сайтах самих музеев часто можно получить дополнительную информацию о произведениях и качественные изображения того, что хранится в музее. Некоторые музеи вообще выкладывают практически все, что у них есть. Другие музеи делают 3D-экспозиции своих, того, что у них есть. Часто, вот, например, в Британском музее можно разглядеть, если не изменяет память, можно трехмерные изображения посмотреть, скульптур, то есть рассмотреть скульптуру со всех сторон. То есть масса дополнительных возможностей появляется по вот этим ссылкам. Так, вижу во вкладке «Вопросы» что-то появилось. Как грамотно сделать ссылку? Да, я повторю вопрос. Если использовать иллюстрации из арт-портала в методическом пособии, как правильно сделать ссылку? Ну, вы можете сделать ссылку как на само произведение, так и просто написать общую ссылку, что произведение взято на арт-портале и привести ее, ссылку на нее. Ну, если же вы имеете в виду, как правильно сделать библиографическую ссылку, вы знаете, будет у нас тоже, наверное, в декабре будет вебинар, посвященный нашей совместной работе с авторами, и там как раз будут примеры правильных библиографических описаний электронных ресурсов. Вот примерно так это можно делать. Я, честно вам скажу, я не специалист в библиографических описаниях. Точно вот сейчас вам не скажу, как это можно делать. Но я думаю, что как минимум для студенческих работ можно обойтись просто ссылкой в формате URL. Если надо это использовать именно в библиографическом описании, ну, я помню, есть, по крайней мере, одно. Есть ГОСТ 2001 года, который говорит, как правильно делать ссылки на подобные ресурсы. И вот им, наверное, им можно воспользоваться. Там присутствует такой описательный элемент, как режим доступа. И далее следует URL, то есть непосредственная ссылка в интернете. И запись о том, свободный доступ или доступ из-под логина пароля. Вот, давайте пойдем дальше. Есть еще такая вот кнопочка у нас снизу эпохи и стили. Ну, здесь приведена вся та же информация о нашей галерее, расставленная по стилям, а стили расставлены по алфавиту. Вот, и здесь можно смотреть только те стили, которые вам интересны. Ну, а сверху вот здесь появляется такая интересная настройка, потому что не только стили, но и эпохи, да. Это такая, ее, к сожалению, не очень хорошо здесь видно. Это лента времени такая, которую можно отрегулировать и выбрать только те века, которые вам нужны для подбора ваших иллюстраций. У пользователя, который зарегистрирован у вас, у нас есть некоторые дополнительные возможности. Это просмотр загруженных изображений, составление галереи и коллекции пользователей. Ну, для того, чтобы создать галереи, то вот можно это сделать так. Ну, на самом деле, это, честно вам скажу, это, может быть, не основные возможности. Я считаю, что основная возможность, которая появляется у пользователя, когда он зарегистрирован официально, ну, то есть, когда у него есть логин и пароль, это возможность просмотра в полном разрешении картинок. Все остальное, это так, полезно, конечно, но не то, чтобы очень, очень сильно необходимо. Все это можно делать и у себя на компьютере, просто в папках. Ну, вот одна из таких возможностей, это добавление галереи. Вы даете имя галереи, потом наполняете ее каким-то содержимым, и при следующем входе в арт-портал у вас есть галерея, которую можно отдельно показывать, то есть, галерея, которая подобрана по тому признаку, который вам интересен. Ну, вот так вот выглядит примерно галерея пользователей. Вы также можете иметь информацию о том, какие изображения вами скачаны на ваш компьютер, то есть, иметь историю скачек ваших. Это тоже достаточно полезная функция. Ну, и вот несколько слов про настройки параметров поиска. Есть у нас вот такая обычная поисковая строка. К ней вы можете присовокупить фильтр по эпохам. Можете отфильтровать по стране, музею, автору, жанру, стилю и так далее. То есть, как всегда, как во всех других наших электронных библиотеках, есть поиск, и этот поиск может фильтроваться. В данном случае он фильтруется по тем параметрам, которые адекватны искусству. Да, ну, вот здесь показываются тоже возможности расширенного поиска. Ну, и, да, и, наконец, вот тот существенное, то существенное добавление к адпорталу, тот под проект, который даже можно рассматривать как отдельный проект, это артотека. Что такое артотека? Артотека, да, вот при нажатии на вот эту вот кнопочку мы попадаем в целый специальный раздел новый, который называется артотека. И здесь в виде отдельных изображений плиточный, вот такой плиточный интерфейс, при помощи которого можно перейти к выпускам артотеки. Что такое артотека? Артотека – это подписной сервис арт-портала, в котором два раза в месяц выходит новый выпуск. Новый выпуск, что такое выпуск артотеки, или, как мы раньше называли, проект артотеки, галерея артотеки, да, это то, что в современном медийном пространстве называется либо лонгрид, либо веб-докюментари, то есть такая очень-очень большая и подробная страница. Страницу ее, в общем, очень трудно назвать в традиционном смысле. Это страница очень насыщенная, очень длинная. Само ее название лонгрид говорит о том, что эта страница сделана для долгого просмотра, для долгого чтения. Термин лонгрид был введен в связи с тем, что обычные страницы, содержащие длинный текст, перестали привлекать пользователей. То есть пользователи стали чураться таких страниц, не читать их, читать только короткие тексты в интернете. То есть навык длинного чтения в интернете начинает утрачиваться, и это одновременно и проблема, и новая возможность. Ну, об этом не буду долго говорить, это очень особый разговор. Так вот, для того, чтобы такой жанр лонгрид появился в электронных СМИ, когда они стали понимать, что что-то надо делать с длинным чтением, и надо по-другому формировать, структурировать информацию, чтобы длинное чтение оставалось достаточно интересным для потенциальных пользователей. Таким образом, лонгрид – это такая длинная страница, содержащая хорошо структурированный текст, хорошо размеченный текст, хорошо сверстанный текст, с большим количеством некоторых вставок, хорошо иллюстрированный, содержащий, как правило, какие-то мультимедийные вставки и содержащие какие-то интерактивные вставки. Вот такой вот набор функций позволяет страницу именовать лонгридом. И вот по этому принципу сделано большинство наших разделов выпусков «Ортотеки». Отдельный выпуск «Ортотеки» – это, как правило, от нескольких десятков до нескольких сотен изображений, размещенных в соответствии с вот этим принципом, о котором я вам рассказал. «Ортотека» – это подписной сервис, однако вы можете несколько выпусков посмотреть, даже не подписываясь на нее. А если вы юридическое лицо, вы можете заказать у нас пробный доступ до конца этого года. Ну вот только некоторые. В настоящий момент более 50 выпусков «Ортотеки» уже вышло, и, как я сказал, каждые две недели появляются новые. Среди выпусков «Ортотеки» у нас есть разная степень общности. Вот наибольшая степень общности – это, наверное, искусство какой-то страны, искусство Древнего Египта, искусство Китая, искусство Японии. Либо по жанрам искусства скульптуры, например, был у нас такой проект. Более, меньшая степень общности – это описание отдельных музеев, либо описание конкретных авторов. Например, архитектор Бальтазар Нойман, либо, вот здесь у нас нет его, вот здесь где-то, да. Например, государственная Третьяковская галерея, Лувра, музей Метрополитен, либо отдельный автор, такой как Валентин Серов, Карл Павлович Брылов и так далее. Ну и, наконец, самое точечное описание, самое такое подробное. Разумеется, чем меньше общность, тем можно подробнее сделать описание. Ну и самое подробное описание, самое точечное – это арт-проекты, выпуски артотеки, посвященное одному единственному произведению. Это вот как раз интерактивные путешествия по гигапиксельным картинкам, по картинкам высокого разрешения. Тут несколько обложек нашей артотеки приведены, а здесь приведены несколько стилей выпусков артотеки, которые у нас присутствуют. Ну, во-первых, интерактивная страница – это у нас самый первый, исторически самый первый вид выпусков артотеки. По такому принципу сделано, например, искусство Китая. Это бесконечный холст, на котором разбросаны картинки, которые являются заглавиями разделов. На них можно нажать, перейти в слайдеры с описаниями, на которых можно просмотреть какое-то уже конкретное изображение и прочитать что-то про него. Второй вид – это вот то, что я говорил, это Long Read. Это у нас в настоящий момент самый распространенный вид артотеки. То есть это хорошо структурированные тексты и изображения, снабженные иногда видеоматериалами и интерактивными материалами. Ну и, наконец, интерактивные путешествия или интерактивные карты – это то, о чем я вам говорил. Это подробное рассматривание одного единственного изображения, нахождение там каких-то интересных объектов и описание этих объектов. Вот так вот выглядит самый первый наш вид проектов артотеки в виде условно-бесконечного холста. Сейчас их всего два или три осталось у нас там. Да, вот такой вот слайдер, где можно мотать вперед-назад, рассматривать в увеличенном виде это все и читать информацию. Это пример обложки выпуска артотеки, посвященная конкретному музею. Вот так внутри такого лонгрида, вот так вот помещена информация. Например, раздел – это внутри какого-то музея, есть раздел, который называется «Искусство Италии», и у этого раздела есть ведущие изображения, а потом начинается вот такое вот перечисление изображений. Изображения кликабельные, по ним можно перейти на арт-портал, где это изображение можно разглядеть в лучшем качестве. Один из наших проектов с наиболее насыщенным содержанием – он, кстати, открытый, его можно прямо сейчас посмотреть, если вы тыкните в его название. Это образ Иисуса Христа в европейском искусстве. Он состоит из 8 разделов, более 500 иллюстраций и 8 интерактивных таймлайнов описывают изображение. Вот так выглядит интерактивный элемент, который называется таймлайн или шкала времени. К сожалению, внизу достаточно таким светло-серым все показано. Это и есть, собственно, интерактивность. Здесь расположена шкала времени. На этой шкале времени расположены вот такие вкладки. Каждая вкладка соответствует одному изображению. Это изображение помещено в то место таймлайна, в котором оно было создано. Например, вот 200-й год, новая эра, 400-й год и так далее. То есть в данном случае все картины ложатся на ось времени и можно наблюдать, в каком порядке они были созданы. Интерактивность здесь заключается не только в том, что можно напрямую, это все кликабельно, то есть на каждую можно нажать, на каждую вкладку и перейти по ней. Также можно просто передвигаться по оси времени последовательно, вперед-назад. Можно увеличивать формат, увеличивать масштаб оси времени и уменьшать ее при необходимости. И ось времени можно таскать вот так вот мышкой вперед-назад, если это необходимо. Да, ну и вот тут есть пример нашего выпуска. Это даже в двойной выпуск. Я сейчас объясню, почему это такой большой двойной выпуск, сделанный в жанре интерактивного путешествия. Двойной выпуск, потому что там два интерактивных путешествия. Вот краткие параметры этого двойного выпуска. Два путешествия. Одно с общим обзором триптиха «Сад земных наслаждений», другое подробно показывает всех животных, которые изображены на пространстве произведения. Это вот «Сад земных наслаждений» Иеронима Босха. Это такое произведение, которое просто само взывает к такому жанру интерактивного путешествия. Потому что там такое огромное количество деталей, которые вы никогда не сможете разглядеть в ином режиме. Здесь приведены примерно 300 слайдов с отдельными увеличениями. Общий размер полотна вот такой. Вот это в пикселях, разумеется. Разрешение, ну, чтобы это представить, что это такое, это примерно, если у вас экран Full HD, то есть 1920 на 1080, это примерно 15 таких экранов в длину, в ширину и 15 в высоту. Вот такое вот изображение. Это стена огромная, которой можно подходить и смотреть все больше и больше и больше. Ну и дополнительные медиаресурсы у нас использованы для иллюстрирования. То есть изображения не только увеличенные изображения с этой картины, но и дополнительные изображения. Например, информация о том, откуда мог Босх знать, как рисовать слона или как рисовать жирафа. Оказывается, он мог это подсмотреть в тех рукописных произведениях, которые до того уже были ему доступны. Вот так примерно выглядит интерактивное путешествие. Здесь мы видим приближение картины. Это не самое хорошее приближение. Самое хорошее, наверное, это вот это вот такое вот где-то. Голова обезьяны. На весь, на весь лист. Развернутая. Но это какое-то приближение. И дело в том, что объекты существуют разного вида. Есть объекты размером со всю картину, есть объекты размером средние, есть объекты размером совсем маленькие. Вот для того, чтобы рассматривать каждый из этих объектов, нужен свой масштаб. Вот интерактивное путешествие, оно и позволяет именно это сделать. Оно позволяет, во-первых, пройтись по всем интересным объектам, а во-вторых, каждый из них показать с тем увеличением, которое необходимо для его объяснения. Ну и справа здесь приводится контекстная информация. Это иллюстрации или видеофайлы, могут быть звуковые файлы или какое-то иное медиа, и текст, описывающий данный объект. Да, сейчас мы немножко посмотрим. И вот второй, это тоже интерактивное путешествие. К ней вы можете прямо сейчас иметь доступ. Это открытый проект. И посмотреть, как здесь все представлено. Здесь особенно интересно то, что Иванов, рисуя эту картину, сделал более 400 эскизов к ней. И только после того, как в эскизах, каждую деталь в эскизах достиг совершенства, после того, переносил ее на полотно. И вот здесь эти, ну, конечно, не 400, а несколько десятков эскизов здесь показаны. И прежде, чем перейти дальше, давайте я вам покажу очень коротенький, очень коротенький фильм. видеоотревок, который показывает, как это происходит вот в виде живого, живого видео. Вот мы выбираем, выбираем этот вид, этот открытый ресурс, этот открытый выпуск. Здесь есть короткое предисловие. Это предисловие можно посмотреть подробнее, нажав на вот этот вот плюсик. Здесь располагается информация о том, как работать с интерактивной картой, ну и общие какие-то сведения о самом произведении. Смотреть такую интерактивную карту, конечно, лучше на стационарном компьютере и с большим разрешением. Вот это первая страница, которая показывает, сколько объектов вообще размечено, и дальше можно листать эти объекты. Первая часть это комментарии к различным деталям. Описание пейзажей, реки Иордан, а дальше различные группы. Про каждую из этих групп уже изучено искусствоведами, они как правило как-то называются. Вот, например, предыдущая картинка называлась «Достаточный человек». Это раб или апостолы. Следующие. Апостол Иоанн Богослов, апостол Андрей. Это сомневающиеся апостолы Нафанаил и апостол Петр. Мальчик и Старик. Группа Смотрящие на Иисуса. Группа Фарисеев. Юноша Назарей, Смотрящие на Спасителя. Фигура обнаженного юноши. Дрожащие, так называемые. Это все в терминологии искусствоведческой. Изображения женщин, они тоже здесь присутствуют. Вот это очень интересная фигура «Кающийся грешник». Предполагается, что Иванов рисовал ее с Гоголя. Фигура Иоанна Крестителя. Ну и наконец фигура, основная фигура, несмотря на то, что она удаленная Иисуса Христа. Ну и очень интересный старик в широкополой шляпе здесь Иванов изобразил себя. Это такой автопортрет внутри гигантского произведения его. Ну и вот это вот «Люди залекой» это наибольшее приближение, о котором я говорил, что вот существуют вот такие еще фигуры, которые совершенно невозможно разглядеть. Вон видите, они как далеко. Я постараюсь подробнее рассказать о вот этих вещах, когда у нас будет вебинар, посвященный конкретно артотеке. А пока, я думаю, вы можете перейти и конкретно это интерактивное путешествие сами посмотреть. Ну и что такое артотека? На артотеку можно подписаться как частному лицу, просто физическому лицу за вот эти вот небольшие достаточно деньги. Это подписной сервис на полгода и на на год. На год 24 новых проекта, плюс все проекты, которые были сделаны до того. И если вы юридическое лицо, например, вуз, библиотека или какое-то иное юридическое лицо, то на год подписка для всех ваших пользователей неограниченное на 20 за 20 тысяч рублей. Вот, как я уже говорил, для юридических лиц бесплатное пробное полнофункциональное подключение доступно до конца года. Напоминаю, я уже говорил, напоминаю, что четыре проекта артотеки являются даже без подписки открытыми и их вы можете смотреть и показывать и рекомендовать вашим студентам. Все, я зову вас на наш этот проект, приходите, пользуйтесь, даже если вы не будете подписываться на этот проект, вы получите от него достаточно много положительных эмоций. Все, коллеги, вот сегодня мы ровно в час уложились. Так, спасибо за рекомендацию ресурсов в сториме. Мы перенесли наш маленький проект для детей на этот ресурс. Дети работают с планшетами, гуляя по городу. Все получилось благодаря этому ресурсу красочно, интересно, чем в гугл-картах. О, замечательно. Лариса Николаевна, если вы поделитесь ссылкой на этот ресурс, это будет здорово, я его буду потом рекомендовать и другим нашим слушателям. Ну, и вообще, я ведь веду онлайн-курсы, посвященные данной тематике. У меня есть курсы, которые называются «Разработка интерактивного учебного контента», где я преподаю этот сервис. Если, да, в качестве примера я бы с удовольствием его использовал. Мне всегда приятно, когда я рекомендую ресурсы, которые позволяют делать красивые вещи. Про StoryMap я, наверное, подробнее расскажу. Во-первых, отдельный у меня будет вебинар, посвященный подобного рода ресурсам. А во-вторых, так, вот опять я забыл презентацию дать. Прошу прощения. Презентацию можно записать. В данном случае она очень большая, поэтому она, я включил, можете ее скачивать. Она в формате PDF, потому что она очень большая и не поместилась в комнату вебинарную. Вебинарная комната допускает только до 50 мегабайт, а это 58 у меня. Ну вот и все. Да, я надеюсь, что вам понравилось. К сожалению, я думал, ну на самом деле все равно достаточно много людей пришло на вебинар. Мне вчера пришлось перенести срочно этот вебинар с более позднего срока на сегодняшний, потому что Константин Николаевич попросил меня перенести его сегодняшний вебинар на более поздний срок. Ну вот, как я вижу, пришло достаточное количество людей и я очень рад, потому что в прежние разы как-то, мне кажется, эта тема была немножко обделена вниманием наших посетителей вебинара. Вот сейчас мне удалось на большую аудиторию это рассказать. Это ничего страшного, Лариса Николаевна, это я читаю во вкладке «Вопросы», то, что происходит, и отвечаю туда. Ну что ж, коллеги, я от вас никуда не деваюсь, я буду вести вебинары все это время, почти, ну за исключением периодов, когда буду уезжать в командировки. Единственное, что сам мои собственные вебинары следующие, они будут уже только в конце ноября, потому что сейчас у меня будет много работы, связанной с онлайн-курсом, который я веду по учебному видео. Как сохранить презентацию? Ирина Яковлевна, значит, для начала вам надо включить окно «Ресурсы», для этого следите, пожалуйста, за карандашом, вот сюда посмотрите, здесь есть ряд кнопок в правом верхнем углу, одна из них, третья слева кнопка, открывающаяся папка, нажимаете на нее, появляется окно «Ресурсы». В этом окне вы видите три строчки. Первая строчка, это как раз с изображением, слева с изображением дискетки, это как раз то, что вам нужно. Вам надо щелкнуть по дискетке, обязательно по дискетке, а не по строчке, и тогда у вас появится окошко с предложением загрузить эту презентацию. спасибо коллеги, да, я рад, что вы хорошо оцениваете наш проект. На самом деле, чем больше я люблю проект, тем лучше получается вебинар. Вот, к этому проекту я имею непосредственное отношение, поэтому мне очень интересно самому рассказывать вам это все. Что ж, мы завершаем вебинар, мы с вами не прощаемся. Директ Академия, у нас появился новый слоган, это вебинар на каждый день, мы действительно почти каждый день проводим вебинары рабочие, и вот будем стараться охватить как можно больше проблем интересующих наших клиентов и вообще вузовскую аудиторию. Ну что ж, коллеги, до свидания, я прощаюсь с вами, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok